всем привет друзья с вами валёк и это более детальный обзор ноутбука lenovo y7070 я решил снять это видео потому что с предыдущим видео людей осталось очень много вопросов касаемо производительности как он в действии да и вообще много всего ну как было сказано в описании в прошлом видео это просто я решил поделиться с подписчиками поэтому распаковка и микро обзор но видео пошло дальше чем подписчики поэтому пожалуйста тотальный обзор простым языком будет все сделано и снято на мой мыльный телефон итак начнем с корпуса корпуса ноутбука металлические с небольшим тиснением да тут логотип lenovo только тоже черный блескивает сейчас я буду всякую фигню лишнюю вот моя именно комплектация ноутбука идет 17-дюймовый экран поэтому он довольно таки большой и собственно тяжелый вес где-то его три с половиной килограмма все-таки металл и все все такое здесь вентиляционный отсек уже скопилось пыли стоит два вентилятора или он собирает будет здоров но в ноутбуке есть в софте режим очистки то есть кулер начинает вращаться в обратную сторону и очищая решетку да вот этот маленький сабвуфер то есть звук у нас уже намного лучше чем допустим в обычном стандартном ноутбуке которые есть и два динамика они также задней стороны видны и с внутренней части их тоже будет видно две ножки и одна большая сзади батарейка чтобы добраться до батареи ноутбука или поменять чего-либо надо будет его раскрутить и разобрать так знаем взглянем со стороны я хотя показывал это в распаковке сейчас камера дойдет до ума вот два красных usb порта это usb 3.0 и hdmi lan кабель и сетевой провод здесь также от динамичкой с другой стороны взглянем камера опять все сходит с ума но с другой стороны слот пока под карту sd usb какой-то там ключ не помню я буду выражаться простыми словами все таки я обыденный обыкновенный пользователь не задрот единственное то что мне нравится вот у меня можно видеть на заново плане 4 playstation и гарнитура моя подходит сюда здесь комбинированный вход то есть любая гарнитуры будь то от вашего телефона она подойдет сюда вместе с микрофоном все будет прекрасно работать и выход аудио и так друзья вот я его открыл как видно уже прошло очень много времени после съемок первое видео я уже не мою ничего не чище вот сейчас летний период и вот сразу видно что тачпадом часто пользуются здесь отпечатки везде протертости остались сейчас я выключу тачпад продолжаем точнее с внутренней части она сделана из пластика такой бархатный пластик вроде правильно называется soft touch вот они эти динамики звук у него в принципе довольно таки приличный подсветка клавиш все ничего не изменилось того времени тачпад очень большой довольно вот моя большая мышка такая самая простая вот с нее прям здоровы ну и здесь и ps матрица очень огромный экран углы обзора тоже не очень хороший вот я покажу с одной и с другой стороны как бы снизу и сверху вроде она ничего нет так система вот я открыл программу geforce эксперимент кстати я использую именно для настройки игр те которые она поддерживает сейчас камера решит когда она решит сфокусироваться ну я так прочитаю опять же таки ничего в нем не изменилось графический процессор geforce gtx 860 м процессор интервал core i7 477 10 hq два с половиной гигагерца по моему без вас без возможности разгона там автоматического или какого память 16 гигов там по дидер 3 стоит сейчас доступно 1591 ну это не видно просто ну не хочет вова видно все разрешение 1080 там и так далее все как обычно он допустим народ спрашивал как он в играх вот и настройки графики допустим тот же самый gta 5 оптимальный настройки сейчас стоит стоят затемнение фонового освещения обычная а не затрудня фильтрации 16x direct x 11 полный экран там уровень детализации удаленных объектов сто процентов ну что то он конечно убрал что-то по нулям по нулям это повышенная дальность прорисовки теней и расширенное масштабирование дальность прорисовки сглаживание при пост обработке включено качество травы очень высокая подгрузка текстур высокой детализации в полете включено тени высокого разрешения правда выключены длинные тени включено сглаживание по мультивы выключены nvidia tx и выключены качество тис частиц высокая плотность населения 100 процентов разнообразие населения 100 процентов пост эффекты высоко сглаживание отражений сможет стрелы множественной выборкой выключено качество отражения высокая разрешение 1920 на 1080 качество шейдер высокая качество тени очень высокая мягкие тени самые мягкие тиселяция выключена качество текстуры очень высокая вот такие настройки может кому полезно будет это вот так вот настраивать программы geforce experience а честно в игре вообще не лагает количество кадров я не измерял да измерять не буду кому как комфортно те же допустим world of tanks идут на максимальных настройках в hd клиенте war thunder идет в режиме кино ну сейчас я какую-нибудь игру загружу ну так на камеру чтобы не обманывать как ничто и определить чудо кстати в моей комплектации идет гибридный жесткий диск на 1 терабайт комплектации бывают разные можно в принципе и 15 дюймов и есть такая вещь как тачскрин тачскрин есть иногда очень удобно там стратегия и прочие подобные вещи и так я сейчас запущу тот же самый gta секунду итак друзья вот собственно игра загрузилась цветность экрана кстати очень хорошая то есть цветами я так сохранение что по загрузке допустим того же самого gta конечно же она будет грузиться быстрее если будет установлено и гордотельник ну то есть ssd диск но они стоят итак заглянем в настройки что я ничего не изменил все все как есть графика и сейчас он сообразит вот видите кстати на видео чип gtx 860m 4 гига 4 гига памяти и загружает он игру две с половиной тысячи мегабайтов ну то есть чуть больше половины да все также оставлено типа крана окон и без рамки так поставил иногда бывает заходишь перезаходишь 10 раз настройки меня так разрешение все тоже 60 герц все это как и в программе здесь все полное зеленые очень высокая высокая все быстренько сейчас пройдемся и покажу собственно в его деле плавность кадрах нет у меня нет измерителя радио радио выключил все результату еще на youtube скажет пару ласков так вот игра идет довольно плавные также gta онлайн еще больше зависит от качестве и очень плавно идет что насчет записи игр на канале есть много игр которые записаны на этом в принципе я им только ему пользуюсь пользуюсь у меня есть стационар но даже gta 5 не потянет и gta 4 с трудом тянет вот собственно можете там посмотреть программа я пользуюсь оба с и там пользуюсь пунктиком nvidia nvns который тратит меньше отбирает меньше производительность компьютера да то есть она тратите где-то 5 там пять процентов на фпс почти не влияет и если грамотно все настроить и иметь хорошие кодеки для кодирования то все вполне удачно и нормально будет записываться и без потери там каких-то кадров пикселей там и так далее вот пожалуйста врезался игра идет ну и не знаю больше 30 точно и измеритель я никакой ставить из принципа не буду чисто без цифр и без лишних мы будем вот рассматривать и принципе на видео все нормально видно то что игра света это уже зависит от камеры именно конкретно вы можете посмотреть видео на канале по gta 5 потом уже сам Elite Dangerous Elite Dangerous вообще на ультра у меня и все отлично играет ничего не лагает так что друзья ноутбук довольно таки производительный и немножко о том почему я выбрал ноутбук ноутбук я выбрал из того что мне нужна мобильность мне как бы кстати немного вот сейчас так он шумит и вывод воздуха идет именно на дисплей вот отсюда вот сейчас он пошумел ну конечно уже успеет остыть вот сейчас жара на улице 35 градусов быстро включаем 68 градусов но до 75 я максимум заставал в игре и все он сильно не греется очень громко не шумит звук отличный ну все кто заинтересован выбор очевиден и так почему я выбрал ноутбук они пока пишут некоторые да потому что это ноутбук взял на столик пошел взял на кухню пошел взял короче понятно сюда тут стал мобильности три с половиной килограмма мобильность да не мобильность это когда ты можешь перетащить вещь не меняя ничего просто ты взял его сложил перенес это называется мобильность это не таскать его в кармане 17 дюймовый и не под этим имеется ввиду возможность смены дислокации так скажу как допустим playstation я могу ее взять и ввести на дачу и там сидеть играть хотя нафиг она там нужна вот так что touch screen я почти не пользуюсь считаю это лишнее а так изображение все отличное ноутбук совсем справляется со всеми своими задачами которые я на него возлагаю а еще люди говорили то что lenovo не ась да я в принципе иногда занимаюсь ноутбуками чиню их и так далее поэтому lenovo именно бюджетные варианты мне не нравились тем что они очень сильно греются но здесь стоит два кулера который охлаждает и графический чип и центральный процессор собственная решетка у нас выводит все дисплей никуда не сбоку снизу решетка старого довольно таки справляется без подставки я всегда работаю играю и так далее и температура не зашкаливает там и не знаю за за 100 градусов она не поднимается выше 75 вот сейчас летом квартире блин 30 градусов от подножки не будет видно они высокие все нормально ноутбук справляется с охлаждением своим так что lenovo в этом ноутбуке постарались молодцы просто я не ожидал я купил потому что другие фирмы тот же самый допустим asus или даже acer которые тоже является бюджетным вариантом предлагает за ту же цену более слабую железо железку более слабое железо просто было здесь и такой дизайн и очень допустим хорошее звучание у него и мне в принципе все нравится особенно и нумпад на клавиатуре очень полезная вещь но лишнее лишнее это тачскрин я не хотел за него переплачивать но другой комплектации в принципе не было кстати здесь два микрофона здесь 1 2 и вебка так что вот так вот друзья все дисплей обработан каемочкой такой резиненький дай чтобы он тихо закрывался ну на этом я закончу свою более детальные обзоры если вам понравилось ставьте лайк если там что-то как-то поправить пишите комментарии я все выслушаю приму к сведению и так далее всем спасибо за просмотр пока